Так, пойду-ка я потренирую руки. Что мне там тренер мой говорил? Хм, не будешь делать ноги, руки расти не будут. Точно, пойду поприседаю. Всем привет, меня зовут Красавин Иван. Это видео посвящено очень важному разбору техники приседания, потому что это одно из самых травмоопасных упражнений. Я видел такую технику, что вам рассказать даже не могу. Обязательно смотрите это видео, сейчас мы пробежимся по всем аспектам. И первое это то, как мы берем штангу. Хват должен быть чуть шире плеч, заводим за голову и кладем на трапецию. Хват должен быть жесткий и в спине ощущаться напряжение. Слишком широкий хват не позволит удерживать спину при приседании. И тяжелый вес обязательно начнет ломать грудной отдел. Берем штангу чуть шире плеч с жестким хватом. Второе это стопы. Надо их поставить чуть шире плеч или на уровне плеч. Носки обязательно развернуть в стороны. И при приседании мы опираемся на всю стопу, чуть смещая нагрузку на пятки, когда встаем. Ни в коем случае не заваливайте стопу вовнутрь. Ощущаем еще раз пятки и внешнюю часть стопы, особенно при подъеме. Третье это коленный тазобедренный сустав. При опускании следим, чтобы колено было направлено в сторону носков, сонаправлено с большим пальцем. Это очень важно, особенно при подъеме, стремиться, чтобы колени остались в сторону, без завала вовнутрь. Ощущайте такое, что когда вы поднимаетесь, вы давите больше на внешнюю часть стопы и на пятку. Так вы больше включаете заднюю цепочку, то есть ягодицы и бицепс бедра. И в верхней амплитуде, в конечной точке, не нужно подкручивать таз вперед. Просто почувствуете напряжение и сильный корпус. И четвертое это сам корпус. Мы уводим таз назад, оставляем грудь раскрытой, локти направлены вдоль корпуса с небольшим наклоном корпуса вперед. Так мы чуть-чуть только смещаем центр тяжести назад, но наш основной центр тяжести находится под серединой стопы. А теперь самые частые ошибки. Посмотрите на видео и скажите, где я неправильно делаю. Понятно, что на правой стороне я делаю совершенно неправильно. У меня подкручивается копчик внизу, корпус падает вперед. Обращаю внимание, что руки слишком широко, а локти направлены назад и мой грудной отдел не выдерживает. То есть он клюет вперед. Мы не садимся так низко, чтобы копчик подворачивался. То есть опускаемся так, чтобы копчик остался в положении ровным с позвоночником. Локти держим вдоль корпуса. И это будет правильной техникой. И еще одна самая распространенная ошибка – это заворачивание коленей вовнутрь, особенно при подъеме. Всего скорее это связано с слишком большим весом, человек не может справиться с ним. Или неправильно расположены стопы. Держите вес тела при подъеме на внешнюю часть стопы и на пятки. Так вы будете правильно подниматься. Сохраняйте идеальную технику. Берегите свои суставы. Ну и надеюсь, вы не верите в тот очередной миф, который гласит, что для того, чтобы наращивать мышечную массу рук, нужно обязательно делать ноги, нужно приседать. Это действительно миф, забудьте про него, потому что растет только то, что ты тренируешь, то, что ты правильно нагружаешь при обязательно правильном соблюдении питания. Так что тренируешь ноги – растут ноги. Тренируешь руки – растут руки. А гормональный фон – это стресс. Стресс можно создать также с помощью нагрузки на руки. Были проведены исследования, в которых показали, что если тренировать одну ногу, то другая нога не увеличивается в объеме. А та, которая тренируется, естественно, увеличивается. Приседание – отличное упражнение для развития мышц ног, однако оно требует к себе очень тщательного выполнения техники. Следите за ней, не гонитесь за весом, вес придет. Следите за тем, как вы выполняете. Можно даже снять себя на видео и посмотреть со стороны. Прогрессируйте, набирайте мышечную массу, следите за техникой, не получайте травмы, потому что каждая травма будет отбрасывать вас на неделю, а может быть на месяца назад в прогрессе. Счастливо, с вами был Красавин Иван. До новых видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok